Мальки Мальковский край, река Кача. Оттуда они икринками прибыли в нашу республику. Приехали, отработали с производителями, взяли икру и на инкубацию уже привезли сюда. Здесь в лотках она инкубировалась и в июне месяце началась выклевываться. И затем также содержалась в бассейнах. Хариус из семейства лососевых считается одной из самых вкусных и нежных рыб в мире. Но сначала ему надо вырасти. Запустить мальков в открытый водоем не так просто. Сначала рыбоводы обследуют водную местность на популяцию хищников, наличие растительности и кормовой базы. Чтобы выпустить мальков, нужно соблюсти ряд условий. Например, рыбка должна подрасти примерно до двухмесячного возраста. За сутки до выпуска их не кормят. А температура воды в специальной цистерне должна быть ниже на пару градусов. Специалисты говорят, что так мальки легче переносят транспортировку до нового дома. Выживаемость отличная около 10%. Это в 100 раз выше, чем в дикой природе. Зарыбление рек – дорогостоящее мероприятие. Потому не обошлось без помощников, которыми стали крупные предприятия республики. В данный момент производилось зарубление с такими компаниями, как Ачинский глиноземный комбинат компании «Русал», компания ООО «Дело» и Сайна-Шушинская ГЭС имени Непорожнева. Напомню, что госкомитетом была достигнута договоренность с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства о том, что местом выпуска служит также река Абакан. Ранее зарубление производилось только в реку Енисей. По прогнозам специалистов, через год часть выпущенного хариуса вернется сюда на нерест. И количество благородной рыбы в реках республики постепенно восстановится. Полина Назарова, Руслан Шалгынов, РТС.